МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напоминаю, в эфире программа интервью, и мы беседуем о среднем профессиональном образовании с директором Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамарой Евгеньевной Шпак. Скажите, областные власти помогают тоже? Конечно. Ни одна федеральная программа, в которой мы участвуем, не может быть реализована без софинансирования со стороны правительства. Поэтому, если бы наше правительство не принимало решение софинансировать наши программы, мы бы просто не имели права в этих программах участвовать. Поэтому без поддержки областного правительства, конечно, такие программы бы не реализовались. Тамара Евгеньевна, ну, вот несколько лет еще знаю, что колледж и вот ваши прежние два образовательных учреждения, теперь единый колледж, участвовали и участвуют в движении WorldSkills. А как это тоже помогает поддерживать достаточный уровень образования? По каким направлениям вы готовите ребят? И вот, кстати, скоро как раз будет отборочный. Да, отборочный надчемпионат. Ну, вот это, наверное, в продолжении предыдущего разговора, потому что, заходя в это движение WorldSkills, и как продолжение сейчас это еще сдача демонстрационного экзамена выпускниками и студентами, а демонстрационный экзамен в нашей системе, ну, скажем, это аналог, такой мини-аналог соревновательных состязаний в рамках чемпионатного движения WorldSkills. То есть определенную базу подразумевает? Да, где-то он, можно сказать, мини, а где-то и в полном объеме почти так же, как на чемпионатах WorldSkills. Поэтому, чтобы аккредитовать так называемые центры проведения демоэкзамена, это, опять же, смотри, пункт первый, нужно современную материально-техническую базу. Поэтому сегодня все образовательные организации нацелены на то, чтобы создавать материальную базу, как раз соответствующую тем площадкам, на которых проводятся чемпионаты WorldSkills. Мы действительно в прошлом году участвовали, участвовали по 18 компетенциям. Результативность была очень хорошая. Практически 80% наших участников стали либо победителями, либо лауреатами нашего регионального чемпионата. И сегодня мы готовимся участвовать по двум компетенциям в отборочных соревнованиях. Это электромонтаж, физическая культура, спорт и фитнес. И еще по девяти компетенциям готовимся в сентябре принять участие в нацчемпионате. Это и хлебопечение, это кондитерское дело, туроператорская, турагентская деятельность, производство мебели, плотницкое дело. Еще одна специальность, о которой бы я хотела сказать, кстати, вот именно на нее я сегодня посмотрела. Один выпускник 11 класса сдал заявление с отличным аттестатом. Это холодильная техника, система вентиляции и кондиционирования. По ней мы тоже заходим в нацчемпионат. Это флористика. Вот, поэтому достаточно большое количество компетенций, в которые мы заходим. Вот я знаю, что вы свою такую богатую базу используете и для образовательных ресурсов, в частности, обучаете безработных, людей категории 50+. Расскажите, насколько вот этот ресурс у вас требован, тоже по каким направлениям? Да, это действительно программы, которые мы реализуем второй год. Причем, скажем так, используем два ресурса. Один ресурс – это федеральный, когда мы работаем с Союзом WorldSkills. А второй ресурс – это региональный, когда мы работаем с Центром занятости города Тюмени и Тюменской области. Ну, это известные программы обучения лиц предпенсионного возраста. С этого года лиц, скажем, возраста 50+. Дальше мы активно включились в программу обучения женщин, которые находятся в отпускном году за ребенком до трех лет. Первое, с чего мы начали, это мы опросили своих женщин из своего коллектива, которые находятся в декретном отпуске, спросили, есть ли у них желание. И 17 человек, 14 обучились. Здесь я хочу сказать, что мы не только обучаем по заявкам предприятий. Вот сейчас у нас зашли на обучение контролер-кассир, группу кондитера сейчас будут садиться. С Союзом WorldSkills мы 30 июня полностью закончили и провели демонстрационный экзамен по компетенции электромонтаж. Но мы еще и выступили сами в качестве работодателя. То есть вот у нас на сегодня достаточно большое, я хочу сказать, количество педагогов, которые пришли к нам работать с производства. Это значит, что они обладают выбранной своей отрасли экономики большим хорошим опытом, квалификацией, но у них нет педагогического образования. И поэтому мы как работодатель направили заявку в Центр занятости Тюмени и Тюменской области. И обучили своих работников, лиц 50 и выше, именно профессиональная переподготовка, педагог, профессиональное образование. Сколько рабочих мест вы открыли таким образом? 26 человек мы обучили свой коллектив. Слушайте, у вас ведь и школьники учатся. Да. Ну, историю о школьниках я бы, наверное, чуть-чуть начала с другого. И рассказала, что у нас в Тюменской области создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Он создан на базе техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. Да. И вот во взаимодействии с СОПом, как его называют, находятся все образовательные организации нашей системы. Подведомственное департамент образования и науки Тюменской области. На сегодня мы школьникам предлагаем 14 программ. Конечно, программы достаточно интересные. Мы их долго разрабатывали. Ну, вот пандемия несла свои правки. Дистанционный формат. Пришлось, да, немножко переформатироваться и перейти в дистанционный формат. Ну, что удалось сохранить? Запрос очень большой. Вот сегодня мы 107 человек выпустили, 100 человек уже заканчивают подготовку. И более 300 заявлений у нас ждут ребята, чтобы с сентября начать это обучение. Причем программы абсолютно разные. Вот вчера как раз тоже вышел сюжет. Я с таким удовольствием посмотрела, как ребята рассказывают, как они обучаются на миксолога безалкогольных напитков, на бариста. Там и родители не прочь были бы поучиться. Родители в восторге. Дизайнер праздничного стола, дизайнер виртуальной реальности, основы веб-дизайна. То есть программы достаточно интересные и ребятами востребованы. Вот это же и помогает, самое главное, в выборе профессии в дальнейшем. Конечно, конечно. Это обязательно. Тамара Евгеньевна, ну вот вы уже много лет в этой сфере. Какой бы вы совет дали будущим абитуриентам, родителям? Вот с какого возраста стоит задумываться уже о выборе профессии и на что ориентироваться? Ну, как мама, которая в прошлом году выбирала с сыном, куда ориентироваться и куда поступать. У меня в прошлом году сын младший был 11-классник. Может быть, кто-то со мной не согласится, но я бы, наверное, разделила вот так на две части. Определяться с выбором профессии. Вот сейчас большое количество ребят на базе 9 классов пытаются поступить вот хоть на какую специальность. Вот где проходной балл есть, туда поступить. Я, насколько мне позволяет возможность, всегда разговариваю с родителями и объясняю им, что в этой ситуации пусть лучший ребенок поучится еще 2 года. Но к концу 11-го класса осознание вот того, чего он хочет, к нему придет уже, ну, более уверенно, скажем. Вот. Но погружаться в профессии я за то, чтобы вообще с детского сада. Чем больше ребенок за вот этот период узнает основ различных профессий и погружается в эту деятельность. Конечно, конечно. Ведь здесь методы абсолютно разные. Вот не подвела бы нас пандемия, мы начали уже эту работу с весны. Допустим, опять же, пример. Выпечка хлебобулочных изделий или кондитерское дело, к чему можно отнести. Наши студенты готовили пряники разной формы и выезжали по заявкам школ прямо в классы. К детям выезжали, готовили глазурь, и они эти пряники раскрашивали. Это было накануне 8 марта, когда они своим мамам делали подарки. Вот такие маленькие погружения в профессию мы готовы были и на базе своих мастерских по деревообработке, и по управлению беспилотными летательными аппаратами. То есть таких программ у нас было уже разработано. Я надеюсь, что вот с этого учебного года мы как можно шире будем привлекать именно школьников, начиная еще вот с того возраста, когда они с первого по четвертый класс учатся. Чтобы выбрали то, чтобы потом... Да, попробовать руками, посмотреть глазами нужно как можно больше. Тогда уже в состоявшемся возрасте выбор будет более правильный. Хотя я не считаю, что человек должен выбрать одну специальность, одну профессию на всю жизнь. Сегодня все-таки акцент делается на выработку компетенций. И такая компетенция, как научиться добывать знания, это очень важная компетенция сегодня в современном мире. Тамара Евгеньевна, а своих выпускников вы курируете, отслеживаете их судьбу, как они трудоустраиваются по специальности? Мы обязательно должны их отслеживать три года. Первый год особенно. У нас создан Центр содействия трудоустройства у выпускников. Мы поддерживаем связь где напрямую, где через кураторов, отслеживаем всех. Вот на сегодня определенная группа ребят, но если сказать, что мы больше 900 выпускников выпустили, на сегодня у нас порядка 70 выпускников, которые, скажем так, находятся в зоне риска быть нетрудоустроенными. Мы отслеживаем, мы связываемся с предприятиями, с нашими социальными партнерами, чтобы подобрать вариант их трудоустройства. При этом надо сказать, что и опять же областные программы, которые сегодня работают, вот через Центр занятости, это программа стажировки. Она работает не только для выпускников и не только в течение трех лет после выпуска, она работает с этого года еще и для ребят, которые учатся на выпускных курсах. То есть можно пойти на стажировку, здесь плюсы, пусть минимальную, но заработную плату будут получать. У них будет гарантированный стаж уже пойдет и законная трудовая книжка. Поэтому, когда им потом придется устраиваться на работу, они уже могут в своей графе имеющийся опыт написать. Имеется практический опыт. Каковы планы на предстоящий учебный год? Он настанет уже очень скоро и будут ли какие-то изменения в связи с пандемией? Нет, у нас, конечно, планы только развиваться. Планы очень грандиозные. Значит, развивать то, что мы имеем, открывать новые направления. Точно так же пытаться строить и развивать современную материально-техническую базу. Я, конечно, не могу прогнозировать, как поведет себя этот самый коронавирус. Но в душе очень хочется надеяться, что все-таки 1 сентября мы начнем в стенах нашего колледжа, когда мы с радостью встретим наших выпускников, извините, пожалуйста, первокурсников, которые все-таки поступят в наш колледж. Но понимаем, что все равно это будут какие-то ограничительные меры, соблюдение мер безопасности, соблюдение вот этой социальной дистанции. Мы к этому готовы, мы к этому готовимся. Ну, хочется надеяться на наилучшее развитие событий, но при этом мы тоже все понимаем, что полностью вернуться к той жизни, которая была, не удастся. Потому что жизнь уже показала, как нужно активно внедрять этот дистанционный формат обучения. Он просто во многих вещах показывает, что он более правильный. Не просто там в части экономии времени, порой затраты-то ведь еще большие. Вот эти компетенции, у нас даже у педагогов-то компетенции теперь владения информационными технологиями повысились. Мы теперь знаем различные ресурсы. Мы же и со школьниками профориентационные мероприятия уже через Zoom проводили. Мы три педсовета провели в конференции Zoom. Хочется верить, что наша жизнь снова вернется в нормальное русло. Тамара Евгеньевна, спасибо большое за очень интересную беседу. А я напомню, что это была программа интервью, и мы обсуждали тему среднего профессионального образования. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!